Дружба на расстоянии руки. Дружба на расстоянии руки, как Москва и Пекин определили границы допустимого. 24. Коммерсант от 31 мая 2019 года, 12-12. Пять лет назад большая российская делегация во главе с Владимиром Путиным приехала в Китай, чтобы найти там спасение от европейских и американских санкций. 25. Они были наложены после событий в Крыму и на Донбассе и сделали еще более туманными и без того не блестящие перспективы российской экономики. Москва получила от Пекина далеко не все, на что рассчитывала, но зато приобрела понимание, на что она готова пойти в отношениях с Китаем, а на что не готова. Твердый знак решил рассмотреть отношения геополитической пары за последние пять постсанкционных лет. Тупик 1. Финансовое сотрудничество. Тупик 2. Диверсификация экономики и инвестиции. Тупик 3. Инфраструктурное сотрудничество и упрощение торговли. Тупик 4. Политическое сближение. Перспектива 1. Нефтегазовое сотрудничество. Перспектива 2. Военная и научно-техническая кооперация. Перспектива 3. Туризм и сельское хозяйство. Перспектива 4. Транзит. В мае 2014 года, через два месяца после того, как на Россию начали сыпаться санкции ЕС и США за события в Крыму и на востоке Украины, президент РФ Владимир Путин совершил визит в Шанхай, в котором его сопровождали 25 крупнейших российских бизнесменов. По итогам визита были подписаны соглашения на рекордную для двусторонних отношений сумму. Его жемчужиной стал контракт о поставках газа между «Газпромом» и китайской компанией «CNPC» на сумму 400 миллиардов долларов и сроком на 30 лет. Несмотря на то, что позже первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава администрации президента Сергей Иванов заявляли, что никакого поворота на восток Россия не совершала, все его признаки были налицо. Столкнувшись с бойкотом со стороны традиционных западных партнеров, Москва вынуждена была увеличить плотность контактов с партнерами восточными. Основным среди них был Китай. Страна ранее была достаточно близка к России политически, воспринималась Кремлем как полюс многополярного мира и вообще дружественное Москве государство. Политическая поддержка была очень важна в тот период, но еще важнее была поддержка экономическая. Крупнейшие российские компании постепенно оказывались отрезаны от западных кредитов и технологий, с которыми они привыкли работать и нуждались в замене. В России надеялись, что политическое сотрудничество с КНР позволит Москве опереться на финансовые ресурсы Пекина и нивелировать эффект санкций. С 2014 года отношения двух государств трансформировались, многие ожидания оправдались, но некоторые оказались несбыточными. Москва и Пекин стали лучше понимать друг друга, что позволило определить границы, до которых руководство обеих стран готово на сотрудничество. В некоторых областях оно фактически остановилось, достигнув предела, в других обнаружило потенциал к практически неограниченному росту. Тупик 1. Финансовое сотрудничество За прошедшие пять лет стало ясно, что Китай не будет помогать России уклоняться от санкций и обеспечивать ее, за редким исключением, кредитными ресурсами. Первые финансовые проблемы появились у россиян в 2014 году почти сразу же после введения санкций США и ЕС. Уже в середине 2015 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев заявил журналу Finance Asia, что китайцы отказываются работать с российскими кредитными организациями. Желавшие получить китайский кредит российские компании и банки обнаруживали, что по большей части их готовы выдать государственные EXIM Bank и CDB, зачастую ставившие условиями закупку на кредитные средства товаров и услуг только в Китае. Многим россиянам, имевшим счеты для коммерческой деятельности в китайских банках, приходили сообщения с требованием представить реквизиты для перевода средств, иначе счеты угрожали заморозить. Тогда после переговоров острота проблемы спала, но в конце 2017 и начале 2018 года из-за принятия в США нового пакета санкций против компаний из РФ и в особенности закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, Катса вновь стала актуальной. Среди основных проблем опрошенный твердый знак бизнесмены и просто россияне, живущие в КНР и желающие открыть там счет, назвали затягивание или отказ банка в осуществлении банковских операций, требование дополнительных документов для подтверждения сделки и требование закрыть счет без объяснения причины. 14 сентября 2018 года об ограничениях официально упомянул представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов, есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Почему банки КНР не хотели обслуживать россиян? Не удалось пока достичь договоренности в ключевом для России пункте о расширении торговли в национальных валютах. Весь 2018 год Россия безуспешно пыталась убедить китайских коллег подписать соответствующее межправительственное соглашение, оно бы упростило ряд операций и облегчило жизнь многим россиянам, решившим торговать с КНР. В декабре 2018 года было официально объявлено, что соглашение Китай подписывать отказывается. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что большой проблемы в этом не видит, переговоры можно продолжать по линии нацбанков двух стран, Минфина и Минкоммерции КНР. Тем более что торговля в нацвалютах растет и без межправительства соглашения. К примеру, российский экспорт, расчеты за которые осуществлялись в рублях и юанях, вырос с 2014 года по 2018 год с 1% до 5%, импорт с 4,5% до 11,5%. Тем не менее высокопоставленный источник твердый знак в правительстве РФ подтвердил, что проблема остается актуальной и не решается. Мы предлагаем давайте подпишем соглашение о переходе к торговле в национальных валютах, о соединении двух банковских систем, китайской СИПС, Cross-Border Interbank Payment System, твердый знак, и отечественная СПФС, система передачи финансовых сообщений, твердый знак. Конечно, две системы разные, СИПС, это платежная система, СПФС, система обмена сообщениями, но инженеры сказали, что это преодолимо, их можно соединить, рассказал он твердый знак, китайцы так не хотят, они настаивают либо на присоединении России к СИПС, либо на бартере по фиксированным в юанях ценам. Почему азиатские инвестиции не заливают Россию? Директор азиатской программы Московского центра Карниги Александр Габоев согласен с тем, что Пекин пытался навязать России совершенно невыгодные условия. Если бы юань был свободно конвертируемой валютой, а не валютой с несколькими курсами, определяемыми Пекином, то необходимости в таких схемах бы не было, сказал твердый знак эксперт. Китай предложил этот вариант России, намекая на то, что ситуация у нас безвыходная и дальше будет только хуже. По словам господина Габоева, роль доллара в обслуживании и двусторонней торговле действительно снижается, но на смену ему приходят не столько юань, сколько евро. Тупик 2. Диверсификация экономики и инвестиции. Судя по официальным заявлениям, диверсификация экономики продолжает оставаться одной из ключевых задач российского правительства, но решать ее, похоже, предстоит без участия КНР. За последние пять лет России удалось добиться смещения баланса в сторону торговли с Китаем. Если в 2014 году товарооборот между РФ и Евросоюзом составлял около 380 миллиардов долларов, 48,2% суммарного российского товарооборота, то в 2018 году эта цифра опустилась до 294,2 миллиарда долларов, 42,7%. Товарооборот с Китаем за это же время вырос в 95 миллиардов долларов, 12,1%, до 108 миллиардов долларов, 15,7%. Оба показателя значительно снизились в 2015 году, но торговля с Европой, в отличие от торговли с Китаем, так и не выправилась. Практически весь рост по сравнению с 2014 годом пришелся в торговле с Китаем на категорию топливо-минеральное, нефть и продукты их перегонки. Тогда их в Китай поставлялось на 27,7 миллиарда долларов, в 2018 году поставлялось на 41,2 миллиарда долларов. Разница, 13,5 миллиарда долларов, практически полностью соответствует выросшему товарообороту между двумя странами, 13 миллиардов долларов. Диверсификации экспорта в Китае добиться не удалось. Если в 2014 году насчитывалось 8 позиций, доля которых в экспорте России в Китай превышала 1%, то в 2018 году их стало 9. Если взять те позиции, доля которых в экспорте превышает 0,2%, то их было 19, а стало 17. Причина проста – ведущую роль в российском экспорте продолжают играть правительства и близкие к ним корпорации, тогда как роль частного бизнеса ничтожна. Россия остается не особенно привлекательным местом для инвестирования китайских бизнесменов, несмотря на попадание в четвертую десятку рейтинга. Точность осчитать объем китайских инвестиций в РФ практически невозможна. Проблема в том, что статистика Центробанка учитывает только инвестиции, пришедшие напрямую от граждан из территории КНР, тогда как сами китайцы, как и любые другие иностранцы, часто предпочитают инвестировать в РФ через офшорные юрисдикции. На них приходится более 50% всех пи в Россию, или от имени компаний с неясными владельцами. Тем не менее вполне можно оценить, растут инвестиции или падают. Если говорить о статистике Центробанка, то на начало 2015 года в России было сделано 2,759 миллиарда долларов прямых инвестиций из Китая. До начала 2018 года их инвестиции росли, достигнув 4,189 миллиарда долларов, после чего начался обвал. За 10 месяцев 2018 года китайцы вывели около 24% пи, снизив их общий накопленный объем до 2,990 миллиарда долларов. Стоит отметить, что в целом в 2018 году китайские инвестиции за рубеж выросли на 14%. Естественными ограничителями китайского энтузиазма, по словам двух опрошенных твердый знак топ-менеджеров филиалов китайских компаний в России, выступают неважный инвестиционный климат, слишком быстрая смена законодательства, особенно налогового, и не всегда дружественное отношение к китайским инвесторам. Иногда местное руководство встречает их радушно, как в случае китайского участия в строительстве завода компании Great Wall в Тульской области, заработал в конце 2018 года. Иногда не совсем радушно, как это произошло с заводом компании O.O. Aquasip, хозяином которой является дацинская водная компания «Озеро Байкал» из провинции Холунцзян. Напомним, что еще в 2016 году проект строительства завода получил одобрение государственной экологической экспертизы, но 15 марта 2019 года из-за массовых протестов местных жителей суд принял решение его отозвать. Петицию с просьбой остановить строительство завода подписало 1,2 миллиона россиян. Авторы петиции призывали перестать выкачивать Байкал. Сторонники отмены строительства обращали внимание на уникальное болото на месте стройки, а также на то, что трубы завода перекроют рыбакам подходы к воде. Завод по производству питьевой бутилированной воды в поселке Колтука. Фото, Владимир Смирнов, РИА Новости. При этом, по мнению директора НИИ биологии Иркутского государственного университета Максима Тимофеева и многих других ученых, никакого экологического ущерба индустрия бутилирования воды экосистеме и озера не наносят, подобная индустрия одна из самых чистых. Завод, по сути, большая помпа, которая выкачивала бы воду без каких-либо выбросов. Максимальный объем воды, который китайцы могли бы высасывать из Байкала, составлял 158 тысяч кубометров в год, и этот объем вполне допустим с точки зрения безопасности и экосистемы озера. Китайцы хотели вложить в проект 1,5 миллиарда рублей и создать 150 рабочих мест, рынок сбыта для продукции которых был бы гарантирован. Регион лишился этого из-за иррациональных страхов, причем последствия вышли за пределы российско-китайских отношений. 16 мая на Байкал бизнес-форуме губернатор Иркутской области Сергей Ливченко заявил, что история с заводом плохо повлияла на решимость всех желавших строить аналогичные объекты инвесторов, которые до того прошли всю экологические экспертизы. Тупик 3. Инфраструктурное сотрудничество и упрощение торговли. России так и не удалось улучшить свою инфраструктуру при помощи китайской инфраструктурной инициативы пояса и пути, ПИП. Во многом по объективным причинам. Владимир Путин в апреле 2019 года вновь, как и два года назад, стал одним из главных героев второго форума пояса и пути, отчетного мероприятия, на которое съехались со всего мира энтузиасты флагманской инициативы председателя КНРС Цзиньпина. Президент России Владимир Путин, справа, и председатель КНРС Цзиньпин. Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант. При исследовании методологии становится ясно, что результаты исследования были получены не расчетами, а политической целесообразностью. Россия получила баллы, отражающие высокий уровень стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами. Институт лишь отработал установку, которую в сентябре 2018 года изложил советник Департамента Евразии МИД КНРЮ Цзинь. Россия остается самым важным партнером Китая по инициативе «Один пояс, один путь», а всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество двух стран стало возможным благодаря высокому уровню политических отношений. Исследователи даже не учли тот факт, что Москва вообще не является официально частью инициативы «Пояса и пути». В 2015 году, напомним, было подписано соглашение не о присоединении к ней России, а о сотрудничестве и сопряжении Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». Другими словами, члены Евразийского союза и Китай договорились дружить инициативами, но не более того. В реальности в зачет выполнения инициативы записали все, кроме, собственно, транспорта. И на то были свои причины. С самого начала в Москву не устроили условия, на которых Пекин готов был выдавать деньги на инфраструктуру, а никаких особых союзнических условий Китай так и не предложил. Это были только кредиты, только под газгарантии, только с условием того, что строительство будет вестись китайскими рабочими, при помощи китайской техники и на основе китайских технологий. Как Москве поставили наивысший балл за сотрудничество с Пекином. С ростом масштабов проекта падала его реализуемость, и к концу марта 2019 года история достигла логического завершения. Владимир Путин не поддержал строительство ключевого участка магистрали Москва, Нижний Новгород, предпочтя ей автодорогу. Никаких других двусторонних проектов строительства жесткой инфраструктуры между РФ и Китаем так и не появилось, если не считать таковым мост Нижнеленинская, Тунцзян, с помпой сданной в эксплуатацию в феврале 2019 года после трех лет простоя. Полноценный погром-переход на том участке только предстоит построить. Заявлены Китаем и Россией как флагманские проекты постройки транспортных коридоров Приморья-1, провинции Хэлунцзян порты Владивосток, Восточный, Находка, и Приморья-2, провинции Адзелин порты Славянка, Посид, Большой Зарубино. Но есть два важных момента. Во-первых, речь идет не о строительстве, а о модернизации. По сути, оба маршрута уже построены и очень давно функционируют. Во-вторых, даже модернизация пока будет лишь в отдаленной перспективе. В январе 2019 года полпредпрезидента ФТФУ Юрий Трутнев сообщал, что техника экономической обоснования проектов почти завершено. Его, напомним, по договору от ноября 2017 года выполняет китайская Крупнейшим событием сопряжения ЕС и ПИП стало подписание в мае 2018 года соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и КНР. Оно носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров. В договоре содержится положение по мерам защиты внутреннего рынка, техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, таможенному сотрудничеству, защите интеллектуальной собственности, конкуренции, сотрудничеству в сфере газзакупок и электронной торговли. В целом, как сообщали твердый знак источники в Евразийской экономической комиссии, соглашение получилось наименьшим общим, что удалось найти Китаю и странам ЕС. Несмотря на то, что в нем есть крайне важные пункты, например, раздел по охране и защите прав интеллектуальной собственности и по борьбе с торговлей контрафактной продукцией, вряд ли оно значительным образом повлияет на торговлю между РФ и Китаем. О создании полноценной зоны свободной торговли, вроде той, что существует между ЕС и Вьетнамом, речь не идет. Против этого из-за опасения за собственные экономики выступают практически все страны. Члены организации. Тупик 4. Политическое сближение. Неожиданно, но прошедшие со времен санкций пять лет выявили границы политического сотрудничества, на которые готовы пойти руководители двух стран. О том, что никакого формального союза между государствами ждать не стоит, многократно на протяжении последних лет заявляли официальные лица России и Китая, и новости в этом никакой нет. Инициатива в данном случае традиционно исходит от китайской стороны. Как хорошо суммировал в своем комментарии для Женьминь-Жибао научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Джен Юй, С точки зрения Китая в любом союзе всегда есть ведущие и ведомые государства, а так как ни РФ, ни КНР быть ведомыми не готовы, то и создание союза невозможно. Зрители на стадионе во время посещения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина товарищеского матча юношеских команд по хоккею во дворце спорта Тиньцзинь в Циндаа, Китай. 2018 год. Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант. Это сближение позволило выявить области, в которых обе страны больше сближаться не готовы. Во-первых, ни Москва, ни Пекин не готовы поддерживать друг друга по ключевым геополитическим вопросам, если это может навредить им самим. Китай так и не признал Крым в составе РФ, а Москва – китайские притязания на акваторию Южно-Китайского моря. Эти признания создали бы для обеих стран международно-юридические проблемы, которые обострили бы их собственные конфликты. Во-вторых, Россия так и не вошла в китайскую инициативу пояса и пути, выбрав в 2015 году формат ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом. Этот формат, по словам источников «Твердый знак» в Москве, должен был подтвердить равенство РФ и Китая. И тот факт, что одна великая держава не может стать частью национальной стратегии другой великой державы. Впоследствии Москва мягко отражала попытки втянуть ее в китайские инициативы в тех случаях, когда инициативы партнера выглядели откровенно асимметрично или посягали на ее собственные инициативы. Например, сейчас, по информации «Твердый знак», Москва недовольна попытками представить Северный морской путь, активно продвигаемый Владимиром Путиным, как Ледовый шелковый путь. Повсеместное использование китайцами такого названия может создать ложное впечатление вторичности Москвы в арктическом сотрудничестве. Точно так же Москва фактически противостоит Китаю в его попытках навязать экономическую составляющую в Шанхайской организации сотрудничества. В этом случае Пекин моментально задавит остальных его членов своим весом. Пока России успешно удается отразить все попытки Китая переступить через очерченные в последние годы границы. Важность сотрудничества для обеих стран такова, что, столкнувшись с противодействием Москвы, Пекин практически всегда отступает и соглашается на компромиссный вариант. Тем не менее стоит признать, что позиция Китая становится все более напористой и отбивать подобные атаки в дальнейшем может стать труднее. В вышеупомянутых областях сотрудничество двух стран уперлось в стену, но в других внезапно обрело новое дыхание. Тон здесь задавала торговля углеводородами, но появились и другие, не всегда ожидаемые области потенциального прорыва. Перспектива 1. Нефтегазовое сотрудничество Нефтегазовая сфера флагман российско-китайского сближения, и после 2014 года власти КНР сделали все, чтобы получить доступ к лучшим российским активам. В марте 2016 года фонд «Шелкового пути» приобрел 9,9% в проекте «Новотека» Ямал-СПГ в дополнение к «Дим-20%,» которые в 2013 году купила китайская корпорация «Си-Эн-Пи-Си». В январе 2017 года «Синопек» приобрела 10% компания «Сибур». В июне 2017 года «Роснефть» продала компанию «Бейдж-Эн-Кас» 20% акции «Верхничонскнефтегаза» за 1,1 миллиарда долларов. В июле 2018 года первые партии «Жиженного газа» пошли из Ямала в Китай по маршруту, который китайские СМИ тут же назвали «Ледовым шелковым путем», как Китай помогает России покрывать дефицит европейской валюты. Хотя переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» никак не могут завершиться, поставки нефти и газа растут год от года. Китайское буровое оборудование было популярно в РФ и до кризиса из-за его дешевизны, но после 2014 года она стала резко наращивать свою долю и к 2018 году уже занимала более 45% рынка буровых установок в РФ. Китайское правительство несколько раз объявляло борьбу с зависимостью от импорта нефти и газа и обещало нарастить долю возобновляемых источников энергии, но пока потребление углеводородов стабильно растет. Потенциал роста торговли в этом сегменте связан в основном с газом, поскольку бум развития восточно-сибирских нефтяных добычных проектов и транспортной инфраструктуры уже прошел. Объем поставок российской нефти в КНР теперь будет зависеть в большей степени от динамики цен, нежели от совместных инициатив. Напротив, в газе полномасштабное сотрудничество еще только предстоит, если Китай, как ожидают в Газпроме, к 2030 году станет крупнейшим импортером газа в мире, опередив ЕС. Пока локомотивом сближения остается Новотек, чей совладелец Геннадий Тимченко возглавляет Российско-Китайский деловой совет. Именно китайские компании стали крупнейшими миноритариями в Ямало-СПГ и Арктик-СПГ, став совладельцами в том числе и месторождений газа стратегического значения, а большая часть модулей для строительства Ямало-СПГ была собрана на китайских верфиях. Газпром же остается верен своему подходу и не допускает китайцев в свои крупнейшие месторождения, что, видимо, затрудняет переговоры по силе Сибири-2. Торжественная церемония вывода завода Ямало-СПГ на полную мощность в поселке Сабета. Фото – Глеб Щелконов, коммерсант. При этом остаются риски, связанные с колебанием цен на углеводороды, последствиями замедления китайской экономики и политикой перехода на зеленую энергетику, если она все же начнет осуществляться на деле. Перспектива 2. Военная и научно-техническая кооперация. В постсанкционные годы у России стало куда меньше возможностей выстраивать научно-техническое и военное сотрудничество со странами Европы и Америки, и это послужило одним из факторов сближения в этой сфере с КНР. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2014-2018 годах Россия занимала первое место среди всех экспортеров вооружений в КНР с долей в 70%. Москва была вынуждена снять существовавшие ранее из-за соображений безопасности возражения с экспорта в КНР высокотехнологичной продукции военно-промышленного комплекса, ВПК. В ноябре 2014 года был подписан контракт на продажу в Китай новейших комплексов С-400. В ноябре 2015 года завершились успехом длившиеся с 2011 года переговоры по продаже Китаю истребителей Су-35. 20 сентября 2018 года Китай даже подвергся американским санкциям за торговлю оружием с РФ. В черный список Минфины США попали департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководитель Ли Шанфу. Мера была по большей части символическая. Вести любые финансовые операции США к китайским военным было запрещено и без санкций. Военное учение «Восток-2018» на полигоне Цуголфота и Мин Джафаров, коммерсант-гражданские и научно-технические связи также укрепились. Продолжается совместная разработка дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета C-929, тяжелого вертолета и большого авиационного двигателя. В своем интервью Forbes, главный конструктор самолета Максим Литвинов сообщил, что самолет строится в соответствии с планом. Определены предварительные характеристики воздушного судна, геометрические характеристики, варианты принципиальных схем функциональных систем, состав оборудования. В апреле 2019 года после нескольких десятков раундов переговоров на форуме пояса и пути в Пекине вертолеты Россия Китайская, ОВИК, парафировали соглашение о создании совместного тяжелого вертолета. В ноябре 2018 года Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в мирных целях спутниковых группировок GLONASS и PIDU. Соглашение заложило базу для создания совместных российско-китайских стандартов спутниковой навигации и взаимного повышения точности. Этот шаг также свидетельствует о возросшем уровне доверия, как и в США, навигационные спутниковые группировки будут использоваться в РФ и Китае в том числе для разведки и наведения высокоточного оружия. Число технологий, которые интересны Китаю, тает с каждым годом. Скорее всего, научно-техническое отставание КНР будет преодолено в течение ближайшего десятилетия. Видимо, именно с этим связано снятие ограничений на сотрудничество с Пекином в последние годы. Москва понимает, что это последний шанс заработать на остатках советского наследия. Фото – Александр Петросян, коммерсант. По его словам, распространенное мнение о том, что китайские туристы в основном оперируют в серой зоне и не приносят прибыли бюджету и российским компаниям, участникам туристического рынка, в основе своей абсолютно ошибочно. Они ночуют в российских отелях, арендуют в российских компаниях туристические автобусы, ходят в российские музеи, питаются в китайских ресторанах, которые на 100% являются российскими юридическими лицами, отметил господин Кузьмин. Таким образом, по его словам, экономический эффект для государства в виде поступающих от этого налогов очевиден, и он ничем не отличается от аналогичных показателей туристов других стран. По официальным данным, число въехавших из Китая в Россию туристов увеличилось с 2014 года почти вдвое – с 874 тысячи человек до 1,6 миллиона человек в 2018 году. Теперь, по словам господина Кузьмина, основная задача – привести инфраструктуру в соответствии с новыми реалиями. Возникло много бутылочных горлышек, заметил он, не хватает гостиниц, не справляются музеи, выросла антропогенная нагрузка на природные достопримечательности. Не достает и нормативной базы. В частности, никак не регламентирована работа гидов, из-за чего, по сведениям собеседников твердый знак в туристической отрасли, ими зачастую становятся плохо подготовленные китайские студенты, рассказывающие туристам из КНР о том, что Екатерина II была женой Петра I. Важные успехи были достигнуты в сельском хозяйстве. 1 ноября 2017 года между сельскохозяйственными ведомствами двух стран были подписаны протоколы о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из РФ в Китай. Несмотря на то, что в целом экспорт российской сельхозпродукции в Китай огромным не назовешь, с 2014 по 2018 год он вырос с 1,1 миллиарда долларов до 2,5 миллиарда долларов, он оказался крайне важен для ряда регионов России. В первую очередь для Дальнего Востока, 60,6% всего экспорта, по данным Российского экспортного центра, рыба, моллюски и их производные, из шести регионов, из которых был разрешен экспорт зерновых, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Амурской и Челябинской областей. В апреле стало известно, что решается вопрос открытия для Китая еще четырех регионов – Забайкальского края, Иркутской области, Хакасии и Кузбассе. Согласно докладу Российского совета по международным делам российско-китайское сотрудничество в области сельского хозяйства, состояние и перспективы, наибольший потенциал есть именно у экспорта зерновых. Их Китай ежегодно закупает на 5,8 миллиарда долларов. Основными конкурентами России на этом поле выступают Австралия, Канада, США и Казахстан. В ноябре 2018 года китайцы решились открыть свой рынок для мяса птицы и молока из России. К концу апреля 2019 года экспортные лицензии получили первые 30 птиц и перерабатывающих предприятий. Сейчас объемы экспорта незначительны, но необходимо учесть, что переговоры об открытии рынка шли 13 лет. В 2005 году он был закрыт от россиян по санитарным соображениям. Одной из важнейших невзятых высот остается экспорт в Китай говядины и особенно свинины, главного мяса КНР. Официально Пекин пока не пускает к себе российскую свинину, указывая на наличие в РФ очагов африканской чумы свиней, АЧС. Источники твердый знак в сельхозу отрасли, впрочем, полагают, что основная причина защита внутреннего рынка. В этом году потребность Китая в свиньи не должна, по оценкам иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, вырасти на 33% из-за вспышки АЧС и снижения поголовья свиней на 13%. Если России и удастся взять этот барьер, сельское хозяйство в стране получит мощный толчок к развитию. Впрочем, и без него Китай становится главным экспортным рынком для российского продовольствия. Просторы России дают для этого все предпосылки, а затяжная торговая война обеспечивает хорошую возможность. Перспектива 4. Транзит. Россия за последние пять лет закрепила свой статус важного транзитного коридора для китайских товаров, направляющихся в Европу. По данным Китайской железнодорожной корпорации, в 2018 году через территорию России, Белоруссии и Казахстана прошло около 270 тысяч контейнеров, направляющихся из Китая в Европу, 73% от общего числа направляющихся в Европу по железной дороге контейнеров. Фото, Александр Подгорчук, коммерсант. По данным источника Твердый знак, близкого к ОАО РЖД, доля Китая в российском транзите растет, если в первом квартале 2018 года доля транзита в Китае из Китая в общем объеме транзита, в тонн на АЖ, составляла 11%, в первом квартале 2019 она выросла до 12,5%. Доля транзита из Китая в Европу и в обратном направлении в общем объеме транзита увеличилась с 7,96% до 8,52%, в перевозках с 0,14% до 0,15%. В ОАО РЖД Твердый знак пояснили, что в тоннах на транзит приходится порядка 2% от общего объема грузовых перевозок. Источник Твердый знак, близкий к Монополии, говорит, что в первом квартале 2019 года доля доходов ОАО РЖД от всего транзита в общем объеме доходов от грузовых перевозок составила примерно 3%. Доход от китайского транзита в 2018 году в Монополии оценили в 6 миллиардах рублей. Около 92 миллиона долларов. Как Минтранс обновил проект техзадания на магистраль Е.ТОТЬЕ. РС.КИТА Есть, впрочем, два момента, которые необходимо учитывать, оценивая эти цифры. Во-первых, нельзя забывать, что подавляющая часть торговли между Евросоюзом и Китаем все еще идет по морю. Доля железнодорожных перевозок с 2014 по 2018 год выросла, по данным Eurostat, с 0,65% до 1,37%. Во-вторых, взрывной рост перевозок стал возможен благодаря тому, что китайские провинции, проинструктированные Пекином, бросились субсидировать железнодорожные перевозки, опустив в 2011-2014 годах тариф на перевозку одного контейнера с доллара 9,11 тысяча до доллара 5,6 тысяча, что и сделало их привлекательными и конкурентно способными при перевозке товаров с высокой добавленной стоимостью. По данным материалов Евразийского банка развития, размер субсидий для одного 40-футового контейнера составляет всего 0,3-0,4% от стоимости перевозимого в контейнере груза. России вряд ли когда-то удастся зарабатывать на транзита серьезные суммы, сравнимые с экспортом углеводородов. Российский потребительский рынок при этом слишком мал и по объему, и по покупательской способности, к тому же снижающийся, чтобы быть интересным китайцам как финальная точка назначения продукции. Тем не менее при сохранении тенденции к росту вырученные от транзита средства будут для РЖД и бюджета отнюдь не лишними. Пятилетка геополитического взросления Сотрудничество России и Китая после 2014 года позволило избавиться от иллюзий, которые существовали долгие годы. Отношения двух стран не трансформировались в союзнические. Китай не стал опорой России в деле реформирования экономики, не обеспечил ее дешевыми кредитами и не стал рисковать своей промышленностью ради спасения российской. Во многих случаях Пекин был рад воспользоваться положением России, чтобы получить доступ туда, куда ранее Москва его давать опасалась. Особенно это касается нефтегазовых проектов и сферы военных технологий. Тем не менее говорить о попадании России в зависимость от КНР не приходится. Москва пока успешно блокирует попытки Пекина сделать ее младшим партнером. Более того, руководство РФ ясно дало понять, что в некоторых сферах готово предпочесть полное отсутствие сотрудничества сотрудничества на китайских условиях. Возможно, вследствие стагнации экономики России это обстоятельство изменится, но сейчас две страны выступают как вполне равноправные партнеры. В своем нынешнем виде политические связи России и Китая достигли естественного предела, и для его преодоления им нужна встряска, которая заставила бы партнеров по-новому взглянуть на сотрудничество. Возможно, такой встряской станет неутихающая между Пекином и Вашингтоном торговая война, естественным образом толкающая страны к более тесному сближению. Оно может принимать разные формы, начиная от совместного противостояния американским санкциям ВТО, пока Москва и Пекин действуют раздельно, и до расширения сети партнерств компании «Хуай» и российских технических вузов. Ощущение общей угрозы со стороны США вряд ли приведет к военному союзу между странами, но вполне может породить новые форматы сотрудничества, на которые сейчас Москва и Пекин не готовы. Что касается экономического сотрудничества, то китайское руководство ясно дало понять, в его глазах Россия ничем не отличается от Греции, Мьянмы или Анголы, и никаких особых условий для нее не предвидится. Как устроена система власти в Китае читать далее читайте новости от твердый знак первыми в Яндекс.Новости.